не получилось освещение с этим прибором в перерыве я понял просто пластинки немножко замыкаю через воду я их раздвинул вот посредством ручку вставил в середину эти пластинки раздвинулись вот пожалуйста свечение вполне нормально чтобы можно было освещать читать вот это благодаря тому что простинки замыкали мне неудобно было что маленькая энергия чем нам показывает вот пожалуйста то есть с этим проект а вот видите ручку ручку вы немножко вот надо было просто раздвинуть пластины вот смотрите что я ведь я не был фокусником о раздвинул пластины как горят ярко то есть это техническая небольшая недоработка на это не обращайте внимание но бывает так все переходим переходим к нашему третьему проекту третий проект он не совсем относится к электричеству но проект интересный у меня заинтересовал коротко суть один знакомый работал под москвой в городе дубна и у них там был проектная какая-то организация облатория где они выпускали определенные приборы они были засекречены потом во времена перестройки этот институт разокомплектовали человек приехал на свою родину урал и поскольку проекты эти у него в голове остались устал их распространять в чем суть у него был прибор который влиял на например сушку древесины то древесины сушил ну в разы быстрее чем обыкновенная сушка в печах влиял на биологические всякие организмы удобрения делал на птицефабрике и губернатор наш свердловской области бывший эдуард эргардович росси приезжал даже к нему покупать это удобрение а самое главное что меня заинтересовал этим прибором он влиял на вызывание дождя при очень засушливой погоде в городе богданович свердловской области он собрал директоров на совхозов и мой товарищ его обслуживал на газели приехали в поле была адская жара два месяца стояла директорате в белых рубашках и знавая от жары он настроил свой прибор запитывался он от батареек но они питали его от аккумулятора этой газели и буквально там какие-то часы начала на горизонте образовываться дымка темная пришла туча и на этом участке небольшой может гектар хлынул огромный дождь то есть этот прибор влиял на вот эти вот явления природные я нашел адрес этого изобретателя к сожалению он умер года два назад нашел его жену она мне предала передала документацию на этот прибор и обещала еще одна те антенну антенна типа излучателя я связался по данным с этим предприятиями кто выпускал этот прибор в то время и нашел у нас челябинской области выпускает такие приборы вот вкратце вкратце я его вам показываю показываю значит и какие характеристики значит диапазон частот от 0 до 30 герц форма сигнала синусоида пилообразная плиту до сигнала вольта 0 1 4 вольта количество циклов и т.д. и габариты 195 на 105 на 58 миллиметров масса 0 5 грамм я нашел вот такой паспорт тут все описано как его кодировать как шифровать как пользоваться то есть эти приборы выпускать и когда я связался с предприятием они говорят слушайте извините какие-то непонятные люди у нас берут куда он этот прибор применяется мы не знаем и мы наверное его с производства и снимем скоро поэтому мне не хотелось чтобы люди как забыли что-то тут старое и может кто-то заинтересуется этой технологией этот прибор можно приобрести стоит он дешево это мне не сказали 35 тысяч рублей но что меня остановило развивать эту технологию он работает на частотах которые близко к частотам работы или даже соответствуют органов человека внутренних и настраиваются на частоту работы головного мозга а частота работы головного мозга 10 герц частота сердца 7 герц как раз совпадает вот эти частоты и меня люди знающие сказали слушай опасное дело вдруг какая-то частота попадет с органами будут не влады и мы место благого дела там сушки древесины или выше увеличение урожайности растения и вызывания дождя можем людей губить поэтому очень хотелось бы чтоб этот прибор попал надежные руки теперь смотрите я ознакомился через интернет с темой наберите пожалуйста кто вы и кого заинтересует прибор трейлер 12 через запятую промышленное управление климатом похмел похмельных и золотарев у них подобно видно прибор и они поехали по договору с президентом страны не помню какой нету ну какая-то засушливая страна где они дали один участок в этой стране не помню или португалии или бразилия где дождя не было 20 лет но вообще не было люди до 20 лет не видели дождя этим изобретателям дали трое суток срока прогнать от служба метеослужба сказала что мы гарантируем что в течение трех суток не пойдет дождь то есть 20 лет не было они гарантируют что трое суток не будет дождя но этим изобретателям хватило двое суток чтоб прошел адский штормовой ливень эти жители повысыпали из своих домов и радовались что неужели какая-то влага пошла на их землю то есть все это работает все это есть на самом деле и у кого есть интерес в этом проекте пожалуйста я могу выслать вам всю документацию но мне очень хотелось бы что это попало к людям ну нравственным духовно развитым почему чтобы не навредить населению пожалуйста вот этот проект мой номер три это не моя разработка просто она мне попалась и я решил на ней акцентировать ваше внимание вот переходим к проекту номер четыре сколько у нас минуты